Если вы помните, в начале украинского наступления, которое началось этим летом, российские официальные лица и пророссийские провоенные телеграм-каналы улюлюкали, радовались, рассказывали, как все хорошо, как защищена территория оккупированная Россией, как ВСУ ни на что не способны, как они ничего не сделают, какие у них гигантские потери и прочее, 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 прочее. Ну, судя по всему, они исходили из собственного представления, что российская армия, она немедленно побежит, когда западные леопарды появятся на линии фронта. И это их представление не оправдалось, и они очень порадовались, что вторая армия в мире, ну, по их собственным рассуждениям, она не просто не побежала, а даже, ну, начала воевать внутри этой линии обороны. Те же, кто следил за независимыми экспертами, типа Руслана Левиева, вот наши сводки изначально знали, как это все будет происходить, что это все будет долго, а все это будет тяжело, и вообще-то одна из самых тяжелых операций, которая была у ВСУ. Однако даже в этой одной из самых тяжелейших операций ВСУ умудряются делать невероятное. Ну, то есть, например, российские и украинские потери в ходе украинского наступления, да, когда ты, по идее, должен терять сильно больше и солдат, и техники, эти потери плюс-минус равны на запорожском направлении, а если говорить про линию фронта в целом, то у России потерь там больше. И вот к исходу лета украинское наступление еще не окончено. Оно окончится, наверное, через месяц или два, и уже тогда можно будет подводить какие-то его итоги. Но подводя итоги лета, многие Z-каналы говорят, что на самом деле все не так радужно, как представлялось. Что есть проблемы, есть большие проблемы в частях, есть большие проблемы с точки зрения потерь, и есть гигантские проблемы на отдельных направлениях. Мы уже несколько раз, два, по-моему, с вами обсуждали херсонское направление и острова, где у российской 205-й бригады, и не только у нее, есть гигантские проблемы, которые никто не собирается решать. Но Z-военблогеры пишут и о проблемах на месте основного наступления Украины в Запорожской области. В общем, сегодня мы с их анализом ознакомимся и подведем итог истории 205-й бригады. Замечательные истории. Я напомню, кто не смотрел в предыдущих сериях. В общем, большие потери, отсутствие снабжения, дебилы, офицеры, все как всегда. И несколько Z-военблогеров решили собрать всю свою мощь в кулак, чтобы оно приехало, наказало виновных, помогло российским солдатам и прочее, прочее. Оно в итоге приехало и начало наказывать не тех, кто все это устроил, ну, то есть не тех начальников, командиров, которые провалили снабжение, посылали в безумные миссии людей и прочее, прочее, а тех, кто об этом сообщал. И Z-блогеры тогда удивлялись, как же так, мы же думали все по-другому. И вот эта история подошла к логическому финалу. А финал заключается не в том, что проблема исправилась, конечно, нет. За это мы и любим российскую армию, что она свои проблемы не исправляет. Я уже много раз рассказывал, что о них можно сколько угодно рассказывать, и Z-военблогерам, и мне, и кому угодно. Эти проблемы никогда не решатся, потому что это то, что заложено в саму российскую армию. Поэтому то, что для Z-военблогеров было удивлением, для нас с вами откровением не стало. Собственно, ничего не наладилось, и слава богу, что не наладилось. Это очень хорошая черта российской армии, мы всячески ее поддерживаем, и надеемся с вами, что так будет и впредь, и что никаких там ни кадровых перестановок, ни работы над ошибками не будет, и что проверяющие всегда будут проезжать и наказывать тех, кто говорит об ошибках и проблемах, а наверх докладывать, что все хорошо и все под контролем. Итак, давайте посмотрим, чем же окончилась история 205-й бригады, а потом поговорим еще о целом ряде проблем, которые возникли у России на линии фронта. Для начала вот возмущение от нашего любимого телеграм-блогера, Z-военблогера 13-го, Егора. Он меня тут забанил в своем телеграм-канале, ну там нельзя писать какие-то комментарии, поэтому, ну, видимо, он просто вручную в списке нашел меня и забанил, но ничего, Егор, я нашел технические средства невероятные для того, чтобы все-таки ознакомиться с этим замечательным контентом. Для начала он начинает ныть, что один из командиров этой 205-й бригады до сих пор никак не наказан, и вот разгуливает по чужим эфирам. Знакомьтесь, пишет 13-й, некто Скиф, в колбочках Скунс, ну, мог бы назвать его Скуфом, это было бы логичнее, но тем не менее. Это и есть то самое существо, причастное к бедам 205-й бригады, нынешний командир 205-й, бывший командир 110-й. Вот он на видео поздравляет блогера дядю Славу с днем рождения. Ну действительно, чем же еще, сука, заняться в то время, как личный состав бригады гибнет на островах? Это для затравки, у меня тут гигабайт 5, наверное, интересного всякого. И дальше записывает аудиосообщение, возмущенное, с тем, что вот почему ничего не делают, я дал уже все координаты и прочее. Я знаю, меня смотрят здесь и люди из контрразведки, и из других ведомств. Вот просто взгляните вот на вот это лицо, не обезображенное интеллектом, и скажите мне, как вот это могло стать командиром целой бригады, блядь? Почему сейчас проблемы у парней, которые там сражаются на этих ебучих островах, а не вот у этого, блядь, заплывшего жиром негодяя, блядь? Вот мне просто объясните. Вот, блядь, пускайте всех собак вот туда, блядь, все, координаты дал. Работайте, ребят. Кстати, те 5 гигабайт, о которых он говорит, он не покажет, как и вообще перестанет писать про 205-ю бригаду. Но до этого мы дойдем чуть дальше. Это замечательная развязка этой истории. А начинается она с того, что Z-WinBlogger начинают на себе осознавать, почему так долго в России была оппозиция, которая была против Путина и против всего остального. Почему, собственно, люди говорили о том, что нет какой-то свободы слова, о том, что 1937 год наступает и прочее. Тут Z-WinBlogger начали это потихонечку осознавать. И появился такой после 1913-го. Итак, есть у меня информация из проверенных источников, что в военной контрразведке ВКР сегодня поступила задача задержать в Херсонской области наших товарищей. В этом списке Романов, Z-Blogger, Живов, Z-Blogger и Сапаньков. А также доблестный комбриг 205-й бригады в том числе дал задачу всем постам на выявление и задержание вышеперечисленных людей. Здравствуй! 1937 год. Вот здоровается с ним 13-й. То есть всех, кого можно убрать, убирают. Кого-то садят. Правильно говорить, сажают. Ну, не будем докапываться. Кого-то устраняют навсегда. На фронте творится бардак и беспредел. А те, кто говорит правду, пытаются устранить любыми доступными средствами. Вместо того, чтобы исправить эти ситуации, устраняют тех, кто доносит правду. Вопрос, конечно, риторический. Есть ли совесть у командования? Я думаю, что ответ очевиден. Если в наших вооруженных силах остались честные офицеры, то они не позволят этого сделать. А если это произойдет, то знайте, что ложь на каждом шагу, а те, кто раздает эти преступные приказы, являются не иначе, как предателями и пособниками врага. По скриптам, 2-ю роту 205-й бригады раскидывают по разным местам, половину выводят в Джанкои, чтобы они не смогли донести информацию проверяющим из Министерства обороны. Красиво, не правда ли? Кто бы мог подумать, что такое может произойти? Никто, конечно, не мог подумать. Никто заранее не предупреждал. Ну что интересно, в целом после этого поста про 205-ю бригаду у 13-го не будет и слова. То есть вот это запугивание, которое произошло, оно на самом деле подействовало. И на большинство Z-военблогеров, которых перечисляет 13-й, это тоже подействовало. Они тоже перестанут писать про 205-ю бригаду и про то, что там происходит. Как это работает? Дело в том, что сама эта система выстроена следующим образом. Есть Владимир Путин, он вокруг себя выстроил окружение, которое должно говорить ему только хорошие новости. За плохие новости он куда-нибудь ссылает, убивает, сажает или еще что-нибудь. Путин в этом не уникален. Так работает любая диктатура, именно поэтому диктатура не жизнеспособна. Потому что она окукливается, перестает получать информацию и обратную связь, потому что наказывает за нормальную обратную связь. И в итоге умирает. Потому что не имея нормальной обратной связи, невозможно принять решение, которое бы соответствует тем вызовам, которые происходят. Это работает на всех уровнях. То есть для того, чтобы не приносить плохие новости Путину, Шойгу нужно, чтобы ему не приносили плохие новости. Тому, кто под ним. Ему, 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 ему и так дальше, вплоть до солдата. В итоге, когда плохие новости все-таки появляются, когда их надо передать выше, есть несколько инструментов реагирования. Первое наказание, чтобы никто не думал эту информацию кому-нибудь передавать. Второе, если все-таки информацию удалось передать, то запугать тех, кто эту информацию может публичить. Собственно, ровно это и происходит. Ну, то есть вот этим Z-WN-блогерам им отдельно сказали, что ребята сейчас вас будут арестовывать. Тем более, что они уже не первые. Есть и кейс Гиркина, есть кейс Пригожина, которого вообще убили. Ну, и много чего еще появится в ближайшее время. Судя по всему, эту информацию удалось до этих Z-блогеров донести. И эти люди заткнулись. Нет, может быть, они, конечно, еще что-то напишут. Но тут опять надо понимать, что нет общей стези. Потому что у каждого еще есть свои личные качества. Кто-то бухает. Кто-то вот такой сбиполярочка немножечко. Не в качестве оскорбления, а реально у меня есть ощущение, что у 13-го она есть. Потому что он то говорит, сейчас я всех порву, все пропало. То говорит, то вообще замолкает. И говорит, все отлично, все хорошо. Ну, то есть вот такая у него флуктуация. Бывает такая выборочная биполярочка по заказам. Как у Соловьева, например. Когда он говорит одно, потом говорит другое, потом третье, пятое, десятое. Есть вот такая реальная, мне кажется, медицинская. Но я не доктор, поэтому не буду выставлять этот диагноз. Вообще в биполярке нет ничего плохого. Это просто вот такая существующая вещь. И, наверное, мне не стоит ее использовать как описание действий людей, когда мы не знаем диагноз. Но, тем не менее, в общем, будем говорить так. Флуктуации у него происходят. Причем иногда очень масштабные. Туда-сюда, туда-сюда прыгают. Но на тот момент не он один написал о происходящем. Роман Алехин пишет. Опять 205. Ситуация по 205-й бригаде, о проблемах, о которых мы говорим уже неделю, раскручивается в неожиданную сторону. Камрады пишут, что кто-то из командования дал указание задержать Спанькова, Романова и Живого. Также есть скрины из внутренних чатов, в которых дается такое указание на блокпосты в зоне ответственности бригады. Это как минимум самоуправство и превышение должностных полномочий. Этого достаточно для привлечения к ответственности или хотя бы к увольнению. Также продолжается кампания по дискредитации бойцов, которые обратились за поддержкой. При этом, что характерно, обвинители не знают, кто они, но точно уверены, что это уклонисты. Здесь они ошибаются. Знаю этих волонтеров-военкоров, они уж точно могут отличить пытающихся оправдаться пятисотых бойцов, которые готовы воевать, погибнуть за родину, но не гибнуть из-за пофигизма и самодурства командиров. Да и проверить они могут информацию из разных источников. Как, впрочем, два майора, как и я тоже, не поддержал бы их, не имея возможности получить доп. информацию о ситуации. Зная, как много для победы делают указанные военкоры-волонтеры, считая, что в срочном порядке к проверке действий командования 205-й бригады должны подключить специалистов из Москвы. Кроме того, необходимо проверить информацию об отданных приказах на задержание волонтеров-военкоров. И хорошо бы потянуть за ниточку и понять, кто покрывает весь этот беспредел на более высоком уровне. Пора наводить в войсках порядок. Пора. С таким командованием победа нам обойдется очень дорого. Ниточка эта тянется. К Владимиру Владимировичу Путину, значит, господин Алехин, имейте это в виду. Ну и добавляет Романов уже, собственно, вчера, 31 числа. Сообщают, что Скиф, тот самый, о котором говорил 13-й, комбриг 205-й, поставил задачу на постах задержать меня в зоне ответственности 205-й бригады. Таврийск, Каховка и Новая Каховка. Знаете, иронично, что помимо противника на меня открыли охоту и командование 205-й. Получается, что в данном случае у наших общие цели с ВС Украины. И еще в интересах ВС Украины, чтобы бойцы оставались на островах без нашей артподдержки. И командование 205-й морозит на подвале переданные бойцам координаты по трое суток. Собственно, после этого, по-моему, только Романов вообще упоминает 205-й бригаду. Ну, прошло не так много времени, но базово, я думаю, что и Жиевов, который перестал про это писать, и Сапаньков, который перестал про это писать, они действительно испугались. Испугались за свою жизнь, за свою свободу, поэтому писать перестали. Поэтому знайте несколько вещей. Первое. То, что говорят официальные лица и то, что говорят прикормленные Z-WIN-коры, такие как Сладков и остальные, но только Подоляка как-то от них немножко исключился. Но, опять же, хватило его на один пост. Это все не имеет никакого отношения к действительности. В реальности ситуация сильно иная. В российских войсках куча проблем с моральным духом, с вооружением, с снаряжением и с пониманием вообще, чего происходит. Офицерский состав – это просто бич российской армии, потому что все офицеры, множество офицеров было убито в начале вторжения, и, соответственно, остались вот какие-то странные персонажи и были в армии всегда. Еще раз, не стоит недооценивать российскую армию в связи с этим. Она все еще остается большой, у нее все еще много техники и авиация, конечно. Поэтому она не сложится, как карточный домик в один день. Но все эти вещи, они должны быть понятны для того, чтобы вы анализировали ситуацию не с точки зрения заголовков каких-то медиа или, не дай бог, там, высказаний Пескова или Путина, остались тем, что реально происходит. УСУ идут вперед, УСУ создают дополнительные логистические проблемы для российской армии, и, будем надеяться, УСУ получится к концу их наступления добиться поставленных целей, и затем выиграть войну уже, судя по всему, не в этом году, а, я надеюсь, в следующем. Но там, что называется, как пойдет. И то, что все эти беды российской армии, которые мы крайне приветствуем, они никуда не денутся. А тем, кто меня смотрит из Z-общественности, а я знаю, такие есть, это не баг, это фича, так выстроена система. Вы, Z-воинблогеры, стали частью той системы, которая мало того, что хочет убивать людей, но которая убьет и вас при любом удобном случае. На этих же мысли иногда догадываются и сами Z-воинблогеры, как тот же самый 13-й, если мы не берем уже кейс конкретно 205-й бригады, в целом решила разродиться целой серией постов, где говорят о том, что все пропало, победы не будет, а вообще государство так себе партнер в деле убийства соседнего государства, который 13-й хочет. Не надо, кстати, отмечу я отдельно, проникаться каким-то сочувствием к Z-воинблогерам, и которых сажают, и которых убивают. Это все военные преступники, они осуществляют поддержку российской армии, иногда в том числе физически, это люди, которые отстаивают нацистские идеи российского руководства по уничтожению Украины, поэтому не надо к ним большого сочувствия. Итак, 13-й, что он пишет. Всех этих людей, кто вдруг исчез по каким-либо причинам, кто в застенках, кого убили, их убрали не просто так, а для того, чтобы они не выступали против этого произвола. У меня все больше складывается впечатление, что они там наверху готовят позорное перемирие, и что-то мне подсказывает, что далеко не на лучших для нас всех условиях. Напомню, что в случае чего они всегда могут загрузиться в свои бизнес-джеты и улететь далеко-далеко, а вот мы и наши семьи такой возможности не обладают. В то, что это какой-то хитрый план, лично я больше не верю, если, конечно, у кого-то там наверху яиц не хватит в ближайшее время нажать заветную кнопку. Наконец-то люди перестают верить в хитрый план. Наконец-то люди перестают верить в многоходовочке, потому что я ненавижу вообще саму идею многоходовочки. Она часто продается российским государством, что называется, людям, что вот это все хитрый план какой-нибудь. И вот то, что даже 13-й один из самых, ну, давайте объективно, тупых людей вообще во всей этой тусовке, даже то, что он до этого допер, это очень хороший знак. Ну, а про заветную кнопку, да, понятно, что это, опять же, вера в какое-нибудь чудо, но 13-й сам не очень понимает, что если кто-нибудь на них жмет заветную, как он говорит, кнопку ядерных ударов, то это окончит и его жизнь, и жизнь большого количества людей. Но благо, никто никогда на нее не нажмет, поэтому переживать по этому поводу не стоит. Дальше он продолжает в другом тексте. По правде говоря, я уже не так уверен в какой-то победе. Пока вся страна пляшет и танцует под одобрительные возгласы руководства страны, ничего хорошего не ждите, дальше будет только хуже. Они убивают во мне веру в хорошее. А в это время простые парни гибнут на фронте, иначе как геноцид я это назвать не могу. И полирует он это все аудиосообщением. Климово, Брянская область, погибшие гражданские, бьют градами, людям дома поразбивало. У меня вот только один вопрос, вот эти вот с... Канашенкова и вся эта вот эта х***а из телевизора, вот просто мне ответьте на один вопрос. Это ли ваши цели СВО? Вы за этим гнались? И когда все это кончится? Я думаю, такой вопрос не только у меня, а у всей нашей необъятной су... страны. Ну что мы с вами зациклились на 13-м? Можно подумать, что какой-то моего фан-клуб. На самом деле, эта история связана не с конкретным блогером, не с конкретными его взглядами, и даже не с той плеядой, которая переживала за 205-ю бригаду, там, с Паньковым, Алёхиным, Романовым. Нет, есть на самом деле вот целый пласт этих турбопатриотов, зет, гнид, называйте как хотите, которые все больше приходят к тому, что есть такие институциональные проблемы, которые никаким образом решиться в российской армии не могут. То есть эти люди, которые не в смысле прозревают, что прозревают, что война ужасна, преступна, что нельзя убивать других людей в другой стране, что нельзя вторгаться на территорию этой страны. Нет, это не доходит до этих людей, но они понимают, что вот тот план, который им обещали, та победа, пиршество вот этого фашизма, который они очень любят, и который они поддерживают, что она не очень возможна. Вот, например, Кирилл Кочур пишет. Кто бы что ни говорил, но официально преподнесенная информация в части гибели героя России Евгения Викторовича пригожна, отсутствие тех или иных публичных комментариев о судьбе генерала армии Сергея Суровикина, увольнение из вооруженных сил РФ или отстранение от выполнения задач военной операции нелояльных Шойгу и Герасиму настоящих боевых генералов, а также арест и представители ура патриотического сегмента нашей страны, ничем хорошим для России, в том числе для достижения цели СВО, не закончится. Боевой дух солдат, который в том числе сейчас находится на ЛБС, от таких действий и бездействий власти падает. И это факт. Бойцы могут это во внешний мир не запускать, но между собой в негативном ключе, безусловно, обсуждают. Никто не хочет быть в условно сегодняшней России героем, а уже завтра преступником или якобы для всех на том свете. Никому те или иные последующие отрицательные ярлыки, завложенные ранее силы, совесть и доблесть от нашего государства не нужны. И даже за большие деньги не все можно купить и не все готовы продаваться, пишет он. Но не уточняет, что почти всех можно запугать. По крайней мере, из российского ура патриотического, как он его называет, сообщества, всех или почти всех можно запугать, совместив это с подкупом, и тогда получится замечательный коктейль. Но есть люди, которые последовательно в этой всей среде являются такими самыми большими скептиками. Один из самых ярких представителей, это, конечно, Стрелков Гиркин, который сейчас сидит в тюрьме и который выдвинулся тут, собирается выдвинуться, объявил о намерениях в движении президента Российской Федерации. Но об этом мы, наверное, с вами поговорим отдельно. Напишите в комментариях, хотели бы вы услышать этот разговор или нет. Кстати, лайки, комментарии, подписки. И также подписывайтесь на Патреон. Ссылка в описании. И оставляйте суперспасибо. Это способ финансово поддержать канал. Напишите ваше мнение в комментариях, потому что действительно интересно почитать. Так вот, один из самых ярких это Стрелков. А и у него есть такой закадычный полудруг, полувраг Мурс, с которым часто Стрелков не согласен, но в котором они часто полемизировали. Вот Мурс подготовил несколько таких небольших записок, в которых описал проблемы, которые прямо сейчас есть у российской армии. В том числе описав, почему вообще Украина несет меньше или столько же потерь, сколько Россия, при том, что Украина наступает, а Россия обороняется. И такого не бывает, чтобы обороняющие снесли столько же или больше потерь, чем наступающая армия. Но для начала он говорит про проблему вообще со снабжением. Вот что пишет Мурс. Надеюсь, получится в ближайшее время кратенько написать про общую ситуацию. А пока что вынесу в отдельный пост одно из множества наших проблем, о которых я уже писал. И который у меня просил озвучить старинный приятель, воюющий сейчас на южном фланге фронта, в районе того самого потенциального прорыва, который сегодня все стали активно обсуждать, что это не прорыв на самом деле, и вообще посмотрите, мол, на другие участки фронта, там интереснее, а сюда не смотрите. Ну, про интересные и неинтересные участки отдельно, а пока про ту самую проблему. Покрышки и запчасти на Урала и КамАЗы. Запчасти – страшный дефицит. Новые покрышки на замену изношенным – такое впечатление, что в войсках вообще отсутствует как класс. И это чудовищная по масштабу проблема, которую никакие волонтеры в масштабе всей армии не решат. А на решение ее остался максимум месяц. Сейчас проселочные дороги, высушенные летним солнцем, трудности представляют минимальные. На Донбассе чуть ли не до конца сентября. Может быть весьма себе сухо и жарко, но когда ливанут осенние дожди, будет уже поздно. Проселки быстро станут реками грязи. Не говоря уже о том, как весело будет на лысой резине кататься сначала просто по мокрым, а потом и по обледеневшим асфальтовым дорогам. Резина и запчасти на грузовике – это очень серьезно. Ставшие наглухо или хотя бы просто значимо замедлившиеся грузовики перевозки, особенно на последних километрах, на том самом проселке, это артиллерия без снарядов и средств буксировки, пехота без снабжения, бронетехника без топлива и боекомплекта. Дело тут не в том, что мы можем из-за этого проиграть какую-то особенную маневренную войну. Позиционная война сейчас точно так же стоит на грузовике, чем дальше и чем больше грузов ты можешь завести в поля, тем более выгодна у тебя ситуация для обхода и охвата позиций противника, логистика которого жестче привязана к асфальту. Когда я описывал год назад, как воровали грузовую резину у корпусов во время Минских и как выходили из положения народные милиционеры, я писал. Весной и летом этого года, да и сейчас тоже, в зоне проведения СВО можно было легко узнать, чья колонна тормознула вдоль дороги россиян или донбассян, даже не заговаривая с водилами, не глядя на тактические знаки на дверях грузовиков. Просто приглядевшись к скатам ближайшего Урала, если протектор лысый, как коленка, наши, если рисунок еще сохранился, значит 90% вероятность, что россияне. Сейчас, спустя год, ситуация нивелировалась. Лысые, вплоть до состояния гоночной Формулы-1 колеса Уралов и Камазов, стали обычным делом и у подразделений из 1-й и 2-й АК, и в остальных войсках РФ. Назвать такое положение дел перед лицом продолжающегося наступления противника, иначе как саботаж, язык не поворачивается. Резина для Уралов и Камазов в России производится, здесь нет никаких супер уникальных технологий вроде бы. Вот только в войска ни резина, ни запчасти в должных количествах почему-то не попадают. Ближе к концу лета в войсках появилось даже такое дикое явление, как БТР на лысой резине, хотя у них ежемесячный пробег сильно поменьше, чем у грузовиков. И что мы будем делать, если противник решит не заканчивать давление на наши позиции и с началом распутиться, а наоборот его усилит, эксплуатируя наш грядущий провал в логистике? Никакие буханки и уазики не вывезут на себе текущий объем и перевозок. Перевалить этот объем на гусеничную технику тоже не получится, потому что она тоже, мягко говоря, в состоянии далеком от идеала. И далеко не увезет ситуацию, ляжет следом за грузовиками по причине все того же износа и дефицита запчастей. И повторюсь еще раз, волонтеры не спасут. На фоне уже имеющихся задач по снабжению войск, диким количеством всего необходимого, эта задача в масштабах всей воюющей армии неподъемна ни для каких даже самых крупных волонтерских организаций. Посему или эта проблема будет услышана на самом верху и будут приняты какие-то срочные меры, или придется признать, что у нас имеет место открытый саботаж сверху и сидящим на теме кланам армейской мафии простят все, даже наше крупное поражение этой осенью, вероятность которого грядущее неизбежное проседание логистики резко повышает. Что называется, товарищ Мурс, ваши слова до богу в уши. И, конечно, мне нравится, как каждый раз, каждый раз, они уже там, не знаю, полтора года пишут, это саботаж, это не саботаж, это так устроена, так устроена российская армия, и ничего до поражения России в этой войне и до свержения Владимира Путина не поменяется. Смиритесь с этим и не бухтите особо. Чем больше они бухтят... Кстати, мне тут недавно задали хороший вопрос, я общался с одним человеком, который пишет научную работу, и он задал мне следующий вопрос. Значит, если вот эти вот жалобы всей мольбы ни на что не влияют, если все равно власть их проигнорирует, то, а, зачем власть с ними борется, и, б, зачем, вот ты говоришь, что было бы хорошо, чтобы они вообще перестали ныть. И ответ здесь довольно прост. Дело в том, что вероятность того, что на это хотя бы обратят внимание, что вот они до кого-то достучатся или создастся какое-то общественное широкое давление, она выше, когда эти попытки есть. Она небольшая, маленькая, но она выше, чем когда этих попыток нет совсем. Именно поэтому власть пытается задавить, потому что какую-то идею люди могут подхватить, понести ее, и это создаст риски, особенно если это подхватят солдаты. Собственно, это и произошло с Пригожиным. Они подхватили идею Пригожина, которая тоже была разводником, но тем не менее. И вот это вот снаряды, снаряды, снаряды в игнорам, туда-сюда, да, там песня Мики Цыгановой, YouTube-комментарии во время выступления Путина, да, это вот стало таким прям большим-большим общественным местом. И вот задача власти, это настолько всех их зажать, чтобы это ни до кого не доходило. Моя задача, когда я об этом рассказываю, это, во-первых, сделать для власти более подсвеченных этих ZVN-блогеров, а, во-вторых, показать реальную ситуацию для того, чтобы люди понимали, что их ждет случай, если они попадут в армию. То есть вот те самые люди, которые не думают о морали, у которых нет проблем с тем, чтобы вторгаться в чужую страну, и они задумываются, а не пойти ли мне на контракт, деньги хорошие, или когда будет мобилизация, а что я буду бегать, пойду, деньги, опять же, хорошие. Вот чтобы эти люди понимали, что их ждет. Лысые резины, офицеры, которые, собственно, посылают самоубийство и задания, отсутствие поддержки артиллерии, вероятность погибнуть высокая, и прочее, и прочее. Плохое, как это, медобслуживание, хотел сказать, ну, плохая медицина с точки зрения военной медицины, там, вот этот первый час, да, золотой час, про это тоже много писали вот эти ZVN-блогеры. В общем, моя задача показать человеку, почему ему не надо идти в армию, даже если вдруг он поддерживает то, что происходит, если он поддерживает российскую армию, потому что чем меньше людей в армии, тем меньше возможностей этой армии, значит, тем скорее победа Украине. Поэтому это вот та цель, которую я преследую, а во-вторых, это как раз, видите, чтобы эти ZVN-блогеры получили ту дозу внимания, которую заслуживают, и чтобы вот эти вот всякие силы за них взялись поактивнее, для того, чтобы они меньше рассказывали про происходящее и, соответственно, вероятность того, что какие-то проблемы будут решаться, чтобы они снизились. Итак, значит, теперь главный, наверное, текст Мурза про то, почему, что вообще с потерями, что с потерями на фронте. Я вам несколько раз рассказывал, как устроена структура потерь на фронте, рассказывал, почему, значит, потери у России и Украины либо равны на запорожском направлении, либо больше у России потерь, ссылался на данные независимых аналитиков, ссылался на данные Орекса, но все то, о чем я говорил, теперь подтверждает и провоенный человек с российской стороны, Мурс, который, значит, хочет, чтобы Россия победила Украину, уничтожила Украину. Вот что пишет он. Еще одна проблема, которую надо бы вынести в отдельную тему, чтобы не слишком затягивать текст, собственно, описанием общей ситуации на фронтах. Проблема структуры потерь наших и вражеских. Рассказы о нашей пропаганде, о том, как толпами истребляют укроп, тупо лезущий в работе, на это, конечно, прекрасно. Но в реальности, и это очень печально для нас, стороны сейчас несут суммарно по всему фронту численно сопоставимые потери. Как и почему так, в принципе, получается, вопросы для текста про ситуацию вообще, хотя и тут их придется затронуть. А вынести в отдельный пост, я хочу разговор, собственно, о структуре этих потерь. Кого теряем мы, и кого теряет противник. Офицер одной из ДНРовских бригад прошлым летом кратко описал мне структуру потерь их пехоты которые имели офицерские звания на 24 февраля, во взводах и ротах в основном закончились на Волновахе. В Мариуполе людей уже вели по большей части сержанты. В Мариуполе закончились сержанты. Летом исполняющим обязанности взводника в пехоте чаще всего был просто наиболее опытный боец. Когда в Мариуполе сильно потрепанную пехоту стали разбавлять мобилизованными, разбавленные группы на поле боя становились малопродуктивными. Из-за высокого процента мобилизованных в группе у более-менее опытных бойцов все время и силы уходили на то, чтобы не дать запаниковать, разбрестись и встрять этим мобилизованным. Офицер, кстати, сам дважды возвращался из Мариуполя с ранениями. Во второй раз, благодаря тому, что у него сбросники лежали на силке золотых рук ангела, одной из первых партий получилось огородами вынести из очередного огневого мешка тяжелого трехсотого. С тех пор потери в младшем комсоставе у нас, увы, не сильно уменьшились, а подготовку людей на необходимом уровне проводить многим почему-то просто некогда. Вообще, что касается подготовки нашей пехоты сейчас, читайте филолога в серой зоне. Человек этим всем непосредственно занимается, умеет резво смотреть в лицо жопе, так сказать, умеет анализировать ситуацию. Проблемы подготовки снаряжения, физические кондиции приходящих воевать добровольцев, типовые лажи на боевых. Все там, черпайте. Чтение совершенно не парадное, но полезное для адекватной оценки ситуации. Так вот, я сейчас в очередной раз скажу комплимент нашему противнику, за что меня регулярно пытаются критиковать неокрепшие умы. Но, увы, факт имеет место быть. Противник сумел адаптироваться к тому, что ему придется нести большие потери в пехоте, и ротных командиров держит как можно дальше от эпицентра раздачи, и даже взводных старается не разменивать без крайней необходимости. Комбаты и комбриги вообще сидят в глубоком тылу, смотрят на экраны камер беспилотников и наземных, слушают радиоэфир и командуют, исходя из получаемой таким образом информации. Ротные взводники, собственно, тоже за похождениями своих подопечных следят удаленно из укрытий. Ситуацию видят, эфир слушают. В итоге, вроде бы, обе стороны делают одно и то же. Заводят под огонь арты противника, корректируемые из БПЛА пехоту, бьющиеся за посадки, опорники и руины населенных пунктов при поддержке небольшого количества техник. Соответственно, больше потерь несет тот, кто а. наступает, в фазе вложений в победу операции б. имеет меньше беспилотников меньшего радиуса, в. имеет, в том числе, как следствие пункта б, менее эффективную арту РСЗО, г. имеет меньше опыта в подобных действиях. Ну и, соответственно, потери тем чувствительнее, чем больше процент младшего комсостава выбивается во время боев, а выживание или не выживание младшего комсостава непосредственно влияет на пункт Г. Итог по всем пунктам. Несмотря на пункт А, это там, где он про нападающую сторону, играющий в сторону больших потерь у противника, наличие у него большего количества БПЛА, большего радиуса действия и управляемого оружия большего радиуса действия, а также его способность выводить из-под удара младший состав, во-первых, делает потери пехоты сторон численно сопоставимыми, во-вторых, позволяет противнику наносить поражение в глубину наших боевых порядков чаще и точнее, чем наносим ему мы, выбивая нашу технику, артиллерию и военных специалистов, в-третьих, делает наши потери в пехоте более чувствительными для нас, чем потери противника в пехоте чувствительны для противника. Противнику не просто проще восполняться численно за счет того, что у него идет тотальная мобилизация и восполнится качественно за счет развернутой системы подготовки, но и проще восполнится структурно, потому что теряет он в основном тех, кого можно совсем быстро и очень массово подготовить. Соответственно, он качество работы своей системы управления как минимум не снижает, а то и наращивает. Характерный, так сказать, след работы иностранных инструкторов, над которыми в период Минских и даже в период СВО не посмеялся только очень ленивый военный пропагандист нашей страны. Как мы, не только не накапливая, а теряя опыт и качество управления пехотой из-за постоянного выноса противника младшего комсостава, умудряемся нести лишние потери, тоже не секрет. Вот уже прямо во время написания этого текста человек выложил едва ли не самый распространенный базовый сценарий просирания личного состава. И так уж получается, что когда где-то что-то на участке пролюблено, докладывать об этом не дает ЧСВ, предвидя предстоящее унижение. А для того, чтобы картинку сгладить, пролюб пытаются отбить. Так как времени на исправление в обрез, подготовка к мероприятию сумбурная. Ну и за потерю личного состава спрашивают не так, как за потерю клочка земли. Поэтому вперед разведка. В армии Лаоса национальный обычай посылать отбивать позиции разведчиков кого же еще. К тому же погибших одномоментно людей можно растянуть во времени, как будто это среднестатистические потери. Вот такая примерно ситуация на самом деле по потерям, пишет Морс, дорогие любители видосов с украинских кладбищ. Как вы видите, описание полностью совпадает с тем, что просказывал вам я. Ну то есть буквально Россия, во-первых, идет отбивать участки, не готовая к этому абсолютно, вместо того, чтобы уходить дальше вглубь эшелонированной обороны. Во-вторых, ВСУ за счет дальнобойной артиллерии и вообще за счет того, что они выигрывают контрбатарейку, наносят более чувствительные удары по российской стороне. Единственное, что интересно добавляет Морс, это то, что у России оказывается все вот эти вот такой низший офицерский состав, ну или там люди, замещающие эти должности, они как бы все на поле боя, поэтому они все тоже умирают. Так что картинка совершенно отличается от той праздничной, которая дает Коношенков или официальные лица, или прикормленные властью военкоры. Все совершенно не так. А в победу верят вот эти Z-блогеры, которые искренние нацисты, такие, знаете, вот странное сочетание, такие, да, мы за то, чтобы уничтожить соседнюю страну, но делаем мы это недостаточно эффективно и даже плохо. Эти искренние Z-патриоты, Z-гниды, Z-военблогеры, они очень сильно грустят. Ну, публично свою грусть изливая, давая нам представление, уже подтверждающее наше представление, но уже вот со стороны российских солдат, со стороны российских порядков и армий. Ну, а с вами был Майкл Найке, и до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok